Шарик кротовый якушко показал, он ее берет. Ну, селина, трудно очень. Главное, сорта, он зубами ее берет. Это я лег на дорогу, а там корову Володя пасет сегодня. Я с ним увязался. О, смотри, зубами как. Ай-яй, еще не достанешь, что-то. А стараюсь, во рту столько грязи. Язык-то красный был, а сейчас черный. Ну, что, парень? Ой-ой-ой. Володя там пошел, чтобы коровы не пошли на здесь Игорево поле. А это тут сено-то косилие. Вон шарик пошел. А это как? Вот здесь улица была из силикатного кирпича, откуда-то понаехали люди. Ну, решили, было 126 человек в деревне, 700. Но вдруг профессор нашлась, женщина умная, и говорит, надо укропнять, чтобы жили у них там, не говорит, храм было. Школа там, все есть. А тут приехали, они отработали и на машине привезут. Ну, все. Ну, а теперь что? На Хлебнике. Люди здесь не остались, а поехали в город. Видишь, как умно сделали-то. Это... Мирские люди так рассуждали, и что? Ничего, 81 тысяча населенных пунктов как корова слезнула. Вот это наш детский лагерь православный. Очень известный. Я тут был 45 лет начальником-директором. В общей сложности несколько тысяч детей поотбывало здесь, без помощи государства. Что-то только не делали, нас пытались закрыть, и не могли. А сейчас закрыли. Нет, не закрыли, я его ликвидировал, распустил, обслугу, все. Все это бесплатно, от государства ни рубля. Ни рубля. Где-то такой лагерь был. Да при советской православной трудовой лагере. Да нет, конечно. Это Господь делает. Благодать Божья с нами. А это вот идут столбы в Корчину. В Корчину. Там оттуда смотрели, видно было элеватор. 15 километров 20. До Корчина прямой 12 километров. Корчина стелла, там сельсовет. Тоже многие уезжают. Все временное, видимое временное, а невидимое вечное. Комары облепили, как его. Как тебе комарики-то? Давай, я тебя уберу. А со мной сапоги. Если надо, надену. Через плечо. Дядя Бо, мы с тобой. Это тополя в этой новой улице были. Сохранились. Может быть не сами тополя, а от них отростки. Вот здесь оно было все. Вот это два. Вот где стою, это улица была. По ту, по другу сторону. Дома. Где-то даже снимки были. Все, ничего нет. Все остальное выкопали. Люди что строят. Все пропало. Тут было что? Конферма была. Двое овце фермы. Коровья. Коровы здесь были. Вот здесь, где крест тут, видать, наклоненный. Там еще фундаменты остались. И разбирают тоже. А там дальше где-то волоя есть. Далеко ушел. Вот так. Сегодня у нас что? Двадцать. Должно быть уже второе. Август. Двадцать четвертый год. Четверг. Что-то путает. Двадцать третье, наверное, уже число. А на следующую, в среду, двадцать восьмого отсюда отсчет. Можно вести. Успение будет. А тут кроты понарыли сколько. Нынче вот эти тюйки сена, когда берут, косят и потом заматывают, ведет по несколько кусот этих тюрюков. О, язык уже все. Не заразится ничего. На естественном. А там он далеко по буграм. Там, конечно, не видно. Столбы должны быть видны. Высоковольтная линия идет. Ну, не такая высоковольтная. Там десять тысяч, что ли, вольт. А когда едешь оттуда, вот есть, там один миллион двести тысяч. Ну, говорят, что рабочие семьсот пятьдесят. И кебастус гонят сюда. Вот так. Кто рядом где жил, там Дорий Медон. Тозвали его Медон. Медон Апоколах. Вот он здесь рядом. Березовый. Вдивен Господь. Вот домик, видать, это Иосиф Васильев. А дальше вот этот домик, который, видать, это Никита. Вот его забрали на фронт. Но он, кажется, без присяги, альтернативный. Господь хранит пока. Второго сына Андрея забрали, Исааки. Где-то в Нижнем Новгороде или где был. А теперь, говорят, в связи с тем, что там нападение, то и срочная служба пойдет. Где-то, где-то вверх. Где-то не вверх. Где-то, где-то вверх. Продолжение следует...